Доброе утро, сибиряки садоводы. Полезная рубрика «Порядки на грядке» рассуждает сегодня о подкормке домашних растений. И делает это под руководством эксперта Елена Савинич. Здравствуйте. Действительно, многие растения в течение зимнего периода нуждаются в подкормках. И сводится это к нескольким правилам. Покажем это на наших растениях. Елена Савинич. Агроном оранжереи Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Михаила Федоровича Решетнёва. Сегодня в нашей программе участвуют бегония, кротон, хвойное растение это туя, тедди. В первую очередь мы можем определить необходимость подкормки по цвету листвы. То есть вот этот хорошо окрашенный лист, а вот здесь есть явные признаки хлороза. То есть изменение цвета, более бледная окраска или, например, как вот здесь, сухая квоя. Существует два основных вида подкормки. Это подкормка по листу и так называемое опрыскивание, либо пересадка растений с заменой грунта. Сегодня будем опрыскивать. Да, сегодня займёмся листовой подкормкой, не корневой. Мы будем использовать минеральное удобрение. Самое главное в удобрении это внимательно читать инструкцию, потому что для всех видов растений бывают разные дозировки. И можно даже навредить растениям. 7 мг на 2 литра воды. Желательно воду использовать комнатной температуры. Самое главное это хорошо размешать препарат. Оказалось, что сломался у нас наш разбрызгиватель, поэтому мы сбегали в бухгалтерию и взяли там другой. Воспользуемся им. Для комнатных растений на самом деле это как раз маленький-то и нужен. О, отлично работает. Будем спасать первую тую. А вот, Лен, смотрите, вот здесь вот эти сухие штучки, их нужно вначале убрать? Да, конечно, желательно удалить эти сухие хвоинки, потому что растения тратят на них дополнительные силы. Самое главное в процессе опрыскивания это намочить растения со всех, со всех сторон. И даже с нижней стороны листа. Опрыскиваем мы до того, пока они начинают капли скатываться с листьев. Ну, все, следующий. Так, следующий пациент и следующий вопрос. А какие вы рекомендуете минеральные удобрения для осенне-зимнего периода? Как правило, осенью растения не нуждаются в азотных удобрениях, поэтому упор делаем на калийные и фосфорные удобрения. По окраске листа мы можем распознать не только недостаток главных минеральных веществ, это такие как азот, фосфор или калий, но и микроэлементов. Это бор, селен, магний. Для этого мы рекомендуем использовать удобрения с микроэлементами. Это, как правило, комплексные удобрения. А как себя чувствуют ваши зеленые питомцы? Не болеют ли, не чахнут ли? Задавайте вопросы нашим экспертам-агрономам. Телефон 233-11-66, группа ВКонтакте, Утро на Енисеи.